Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум. Спасибо за возможность продолжить здесь два клинических случая, которые мы в НИИ онкологии имени Николая Николаевича Петрова нашли интересными, поскольку при изначально сопоставимых клинических данных заключительный диагноз оказался абсолютно разным. Первый пациент 60 лет, у которого в ходе плановой диспансеризации выявлено повышение ПСА до 5,38 нанограмм на миллилитр, выполнено МРТ мультипараметрического малого таза, в обеих долях выявлены очаговые изменения, стратифицированные по шкале поиграться второй версии, 3 балла. Выполнено также исследование индекса здоровья простаты 60 единиц, с учетом чего выполнено биопсию простаты, где получили в левой доле до 80% цинарную аденокарциному, сумму глисона 7,3 плюс 4. В связи с семейным обстоятельствами, работой вахтовым методом, пациент год на год выбыл из наблюдения, и по возвращению через год уже ПСА поднялся до 9,87 нанограмм на миллилитр, повторили при этом МРТ малого таза, оказалось без динамики. Вот в левой доле виден в Т1 режиме гиперденсный участок, также интерпретированный как ПРАЦ-3 накапливающий парамагнетик. В дальнейшем пациент отнесен в группу средне-низкого риска, пациенту выполнено эндовидеохирургическое, экстраперитениальное, интерфасциальное, радикальное простатоктомие, переоперационное ведение протоколом фаст-трек, на следующий день уже пациент был выписан с умеренными абструктивными симптомами мочеиспускания, и по получению гистологического заключения диагноз, в общем-то, подтвердился. И вот через полгода уже после лечения ПСА сохраняется на нескольких уровнях 12 тысячных нанограмм на миллилитр, удовлетворительные функциональные результаты, ну а по эректильной функции пока судить хорошо, надеемся. Но эта ситуация поправима. И вот в этом ключе хотелось бы сразу представить второго пациента той же возрастной группы, 63-х лет, который наблюдался амбулаторно по поводу абструктивных симптомов мочеиспускания, у которого было выявлено повышение ПСА в 5,3 нанограмм на миллилитр, выраженные абструктивные симптомы, купированные успешно консервативно приемом альфаблокаторов. Также, только уже в течение двух лет ПСА нарос примерно до тех же значений, чуть больше 9, в связи с чем выполнена МРТ маловатаза, в обеих долях предстательной железы выявлены гипотенсные участки, интерпретированные по градации ПАИРАЦ версии 2 на 4 балла. Выполнена биопсия предстательной железы в одном биоптате до 90% столбика, получена ацинарная аденокарцинома 6 баллов, 3 плюс 3. Пациент с учетом риска поражения тазовых лимфоузлов отнесен в неблагоприятную группу, выполнена лапароскопическая радикальная простатоктомия с расширенной тазовой лимфодисекцией. И сегодня это кандидат на спасительную лучевую терапию, поскольку помимо множественных поражений от тазовых лимфоузлов, экстрапростатическая экструзия, прорастание обоих семенных пузырьков, и, в общем, такой клинический случай действительно делает актуальным совершенствованием диагностики ракоприцательной железы. Спасибо за внимание. Вопрос, наверное, есть в презентации? Можно повторять вопрос? Да, конечно. Там был очаг в области АПЕКСа 14 мм, это по раз 4, почти по раз 5, без 1 мм, по раз 5. Может быть, если бы Вы сделали как раз таки прицельную биопсию, я думаю, что Вы просто при первичной биопсии в нее не попали. Вы как раз бы нашли это, семерку 4 плюс 3, и отнесли бы его уже к группе высокого риска. Возможно, действительно так. Тем не менее, там множественные очаги были, и там прицеливаться особо не надо было. Если бы это был единственный очаг, то, конечно, Вы поменяли. Нет, дело не в выявлении ракопостата, а в выявлении летального очага. То есть не шестерка 3 плюс 3, а все-таки семерка 4 плюс 3. Это очень разные вещи. Продолжение следует...